Трансляция веселая страна, Трансляция чудес полным-полна, Трансляция веселый небосвод, Трансляция у нас уже идет. Идет, 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 идет. Я там песню пою. Ну что? Добрый вечер, добрый вечер, коллеги! И приятно всех видеть, и больше всех приятно видеть. Настю, привет! Особенно потому, что единственный, кого я сейчас вижу. А муж? А муж там. Что уже, насмотрелись? Муж там? Да, муж там. Это значит, на третьем этаже. А мы все не то, что мы подумали. Не-не, он не настолько святой. Он на Олимпе музыкальном. На третьем этаже, да-да. Музыкальный Олимп. Ну что? Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Подождем, пока к нам присоединиться. Побольше людей. Попьем кофе. У меня тогда два часа меньше. Я могу себе позволить еще кофе пить вполне. Еще пока не перед сном ни разу. А я от кофе все равно засыпаю, поэтому... У меня от него либо сон, либо тахикардия. Удобно. Тахикардия во сне. Тахикардия – это прямо наше все. Ну что? Сейчас я отыщу вопросики, которые нам задавали ребята. Да, можно, можно. Тема сегодняшнего урока – самообразование вокалиста. Полезно ли самообразование вокалисту? Полагается ли? Удобряется ли? Давайте мы спросим у знаменитого педагога Екатерину Юрьевну Белобровой. Что же она думает по этому поводу? Екатерина Юрьевна, как вы считаете, нужен ли вокалисту педагог? Или все-таки можно научиться петь самостоятельно, и ну их нафиг этих коучей? Ну, я начну экскурс исторический. Потому что, в общем, за последние 30 лет, что я преподаю, очень много произошло изменений в самой системе преподавания, и, собственно говоря, изменилась роль педагога. Очень-очень здорово. Когда я поступала в Гнесинку, это было, ой, в 88-м году, если мне память не изменяет, в 88-м году. А педагог – это был, ну, выше, чем Папа Римский. Это просто было какое-то чудо. То есть это человек, который выписывал вам фактически билет на эстрадный Олимп. То есть если вас взяли куда-то учиться, то это было ощущение, что вы уже практически Алла Пугачева, или там Иосиф Кобзон, соответственно. Вот что у вас уже там все телевидение в кармане и все такое. Первый год, когда я поступала в Гнесинку, я поступала два года подряд, была еще система советская. То есть в Гнесинке на эстрадном отделении училось два человека – девочка и мальчик. То есть у всей России шансов поступить было практически вообще ноль. А в следующем году открыли подготовительное отделение, стало как бы коммерциализироваться потихонечку образование. И на следующий год я поступила, нас взяли 11 человек. То есть это прямо, сама понимаешь, большая разница – двое или 11. То есть уже какие-то шансы были. Но это я все к тому, что роль педагога была совершенно… Ее переоценить было совершенно трудно. То есть это вот человек, который, во-первых, готовит тебя к поступлению. Это нереально совершенно приехать просто без подготовки, без консультации какой-то. То есть ты идешь на консультацию, педагог тебя слушает, говорит, ну да, данные есть, может, с чем-то есть, с чем работать. Ну или говорят, а не пойти ли вам, например, там, на народное отделение. То есть это равносильно тому, что вас просто выгнали из искусства. То есть это все равно, что послать на завод. Я знаю, что ты закончила народное, поэтому это не к этому. Ты уже гораздо позже. Есть на самом деле такое, да, что тем, кто не прошел в другие места, поедет либо на народников, либо, самая ссылка, это на теоретическое. Не хотите? Ну, меня было нереально послать на теоретическое. У меня вот в одно ухо вот это влетает, а в другое оно вылетает. У меня как раз… Я из тех вокалистов, у которых ниточка между ушами, понимаешь? Это вот теория не очень много на ней висит. Вот. Это я уж потом потихонечку там добрала уже, как к вопросу о самообразовании. Ну, так вот. И, соответственно, когда ты поступаешь в училище, то есть тебя взяли, да, опять же, сказать слово наперекор педагогу вообще нереально. Вот. Я один раз по глупости природной, по малолетству, значит, сказала своему педагогу, что мне не нравится тот звук, которым он меня учит петь. Вот. На что он мне матом объяснил, что я не права. И выбежал из класса курить нервно. Вот. А я сидела в классе, рыдала и думала, теперь меня выгонят сто процентов. А розгами тогда не били еще? Уже? Уже не били. Уже? Еще не били. Ну, музыкальные еще крылья. Настя, я бы согласилась на розги, честное слово, потому что быть выгнанной из гнесинки с первого курса, это, мне кажется, просто после этого надо пойти удавиться. Короче, я побежал к нему, стал просить прощения. Простите меня за сранку, что я, значит, усомнилась в вашем методе. Вот. Забегая вперед, скажу, что метод его был абсолютно правильный, и это я действительно была за сранка. То есть здесь абсолютно все честно. Ну, и, соответственно, отучившись спокойненько себе там 4 года в гнесинке, да, я осталась там преподавать потом, сначала в подготовительном отделении, потом уже в самом училище, далее это было уже колледж и так далее, и так далее. И, соответственно, с появлением студий, да, то есть коммерческая вот эта вот часть образования, коммерческие студии стали представлять достаточно серьезную конкуренцию для учебных заведений государственных, потому что хорошие преподаватели, хорошие вокалисты преподавали не только в колледжах, да, как и я, например, я работала в красном химике, такая студия в Москве, очень старейшая, наверное, рок-школа. Вот. И уровень образования, уровень знаний, которые люди оттуда выносили, был не просто сравним с тем, что в гнесинке дают, а иногда его и превышал, однозначно могу сказать, по своим коллегам-гитаристам, по пианистам, аранжировщикам, очень сильные педагоги преподавали и прям хороший материал давали. К тому же в государственном образовании было много, скажем так, возрастных преподавателей, да, которые, в принципе, были даже не в курсе того, что происходит, например, в западной даже эстраде. Я про рок-музыку вообще молчу, то есть рок-музыка – это вообще что-то такое нереальное. Ну, даже мюзиклы, даже там музыкальные фильмы, они этого не знали, не хотели и даже лезть туда не хотели. И, естественно, все... До тех пор есть такие мастодонты, которые с таким же подходом? Ну, конечно, они, ну, наверное, где-то есть еще. Ну, это точно есть. Зарылись где-то, засели. Зарылись. Но тогда это было повсеместно, понимаешь? То есть тогда альтернативы особой никакой не было, поэтому, как бы, да, кто, кто вот, как бы хотел и диплом, и знания, очень часто учились в двух местах. То есть прям вот занимались все в студии, вот, и ходили, значит, отмечаться в колледж, там, учились, да, чтобы диплом какой-то получить. Вот в том числе и народный, и какой-нибудь дирижер-хоровик там и так далее. То есть это было уже... На тот момент уже неважно. То есть это с начала 90-х было, в принципе, все равно, что у тебя в дипломе написано. В общем-то, как у нас в училище говорили, диплом не поет. То все равно. Красный, он у тебя синий, есть ли он вообще? Вот. И, соответственно, вот эта тенденция, да, брать какую-то свежую информацию, там, на Западе, собственные какие-то разработки, прежде всего эта тенденция возникла именно в коммерческом образовании, именно вот досуговая, можно сказать, сфера, да, то есть студии, какие-то частные школы и так далее. То есть там оказалось на самом деле вот передовой рубеж педагогики, педагогической мысли. Потом 2000-й год начал повсеместно развиваться интернет, сначала там в больших городах, потом поменьше, поменьше. И уже после этого информации становилось такое количество, что уже не удержать было его в одних руках, понимаешь? Когда ты приходишь к педагогу в музыкальную школу, там, тетечка вот эта сидит, дает тебе там какой-нибудь романс, и ты его до конца своих дней, значит, пилишь, там, пока не допилишь. А после 2000-х уже это стало нереально, потому что ты как бы заходишь в интернет, скачиваешь, что тебе интересно. А если ты еще знаешь английский язык, то ты можешь посмотреть и почитать, что другие педагоги думают. Это вообще там американский, из Беркли, например. И тогда ты, конечно, уже можешь вполне себе серьезно спорить с собственным педагогом по поводу методики, понимаешь? А это, в общем, не все любят, мягко говоря. Ну и, честно говоря, это не всегда надо, но это уже следующий вопрос нашей викторины. Другими словами, на сегодняшний момент что мы имеем? Огромное количество информации в интернете. Запретить своему студенту смотреть видеоролики на YouTube-канале – это нереально. Даже если он тебе скажет «нет, я не смотрю», ну, почти, не знаю, 99% – что это неправда. Другой вопрос, что человек должен научиться разбираться в том, что там происходит в этих роликах, что там происходит в этом методическом материале и так далее, насколько он применим к его конкретной ситуации, насколько он ему полезен на данном этапе. И вот тут как раз, тадам, незаменимая роль педагога, понимаешь? И это сейчас происходит не только в вокальном образовании, поймите меня правильно, в школе сейчас происходит то же самое, понимаешь? Если раньше мы изубрили таблицу умножения, не дай бог пользоваться конкулятором, ай-яй-яй-яй, то теперь, ну, телефон, мне кажется, уже с детского сада там у всех есть, понимаешь, то есть как бы вопрос, там, посмотреть, как пишется правильно слово, сколько будет, дважды два, посчитать там или еще что-то, вот узнать биологию слона или еще какую-то вещь, это теперь не проблема. А главный вопрос – это как отличить, собственно говоря, некие подлинные вещи от подделок, да, и как, собственно говоря, поддержать мотивацию к обучению. То есть это то же самое и с детьми в школе происходит. Какие интересные задают задания на дистанционном обучении. Я прям с удовольствием тоже изучала вместе с одной дочкой, моей одной подруги, как светятся светлячки, например. Девочки там сколько лет, 13, наверное, она делала доклад об этом, как вот светлячки светятся, почему там, какая химическая реакция у них там происходит, что там у них там в хвосте там такого удивительного. Вот я, конечно, об этом впервые в жизни слышала, мне было очень интересно. То же самое в нашей ситуации, понимаешь, то есть, конечно, самообразование – это сейчас база. Это вот хочешь ты, не хочешь, но первым делом ты лезешь в интернет всегда. Болит голова, ты лезешь в интернет. И не идешь в поликлинику к доктору сказать, у меня болит голова, посмотрите, сделайте что-нибудь. Понимаешь, сначала лезешь в интернет. Это наша реальность, от этого как бы никуда не деться. Другое дело, когда ты уже начиталась на всех форумах, что от больной головы можно пить мочу, можно биться головой об стену, можно приложить к уху собачку, понимаешь. Можно там, я не знаю, сделать себе укол из гречневой каши или еще что-то, понимаешь. То есть тебе в этом во всем придется как-то разбираться и как-то, в общем-то, с своей больной головой, несчастной дружить. Поэтому здесь, конечно, ответственность каждого обучающегося. Но для того, чтобы помочь разобраться во всем этом море, вот тебе, пожалуйста, и педагог. То есть человек, который немножечко больше знает, немножечко больше имеет опыта, немножечко как бы шире осведомлен, да, его кругозор больше, чем кругозор ученика, начинающего 100%. Понимаешь, бывает так, конечно, что человек очень хорош в своей области, большой прекрасный специалист в области, не знаю, медицины, биологии, да. Но от того, что он знает строение голосового аппарата, это еще совершенно не факт, что он сможет сам научиться петь. Но бывают такие чудеса, бывают, да. Типа вот обучение с биологической обратной связью. То есть человек слушает свой голос, корректирует там что-то такое у себя. Проблемы могут начаться на этапе, когда человек захочет петь много и разного. Вот здесь, потому что если база не построена, если нету фундамента, да, почему у нас базовый марафон такой самый популярный, я бы сказала, да, потому что база, она на любом уровне актуальна. Вот вы, например, новичок, нужна вам база? Нужна. Вы, например, работаете в ресторане 20 лет уже, но вы работаете в субботу-воскресенье, а в понедельник вы говорить не можете. Нужна вам база? Нужна. Понимаешь? Ну вот, поэтому здесь, конечно, некоторые вещи, которые сам человек не всегда даже может понять, что именно ему нужно. Но здесь, конечно, только доверительные отношения с педагогом. Это, знаешь, так же, как врач. То есть я тоже не пойду к любому врачу. Сейчас я вот побегу, тут ты тебе в поречь, понимаешь, ко местному там, к остолому, понимаешь, лечить там свои больные мозги там или еще что-то. Нет, конечно. У меня свой доктор, который там в курсе гомеопатических лечений и прочее, к которым я советую. То есть а к кому я не пойду. Поэтому здесь еще важную роль начинает играть, конечно, в том числе и сарафанное радио, потому что вот, ну, как бы своих людей друг другу советуем точно так же. Так же и педагогу. Но, опять же, от того, что он подошел мне, не факт, что он подойдет вам. То есть это надо тестить. Это надо тестить и пробовать. По-моему, там даже был у нас такой вопрос по поводу того, что то ли как выбрать педагога, то ли сколько времени с педагогом оставаться. Что-то там такая какая-то была тема. При каких условиях нужно менять педагога? Как часто можно это делать? Например, вот спрашивала у нас Алена. Как часто это делать? Можно ли менять педагога? Просто, да, как часто это делать? Три раза в день. Раз в три часа. Слушайте, слушайте. Это я сразу подумала. Как бы можно и нужно. Это вот два вопроса таких, они разные. Можно ли менять мужа? И как часто это нужно делать? Ну, кстати, вот второй вопрос у нас, в общем-то, тесно связан с этим. Да, что полезно ли посещать мастер-классы других вокалистов, если занимаешься с тренером по вокалу. Абсолютно. Ведь в академической среде бытует мнение, что как бы если у тебя есть педагог, то надо с ним всю жизнь заниматься. И нефиг бегать от педагога к педагогу. Ничего хорошего из тебя не выйдет. И ты, в общем, останешься ни с чем. И петь не научишься, и вообще. Это не только в академической среде. Это везде. Во всяком случае, в эстрадной, в рок-средине ничем совершенно в этом смысле отличия невелико. Такое мнение есть. Но это мнение... Я даже не слышала. Вот у академистов слышала. Ну, не знаю, может, ближе общалась с ними, поэтому как-то так. Понимаешь, ты еще не забудь, конечно, что академисты – хранители традиций. Это так. Только каких традиций я так и не поняла. Потому что у академистов у самих столько традиций. Внутри традиций. Ну, как бы, если считать традиции пения бельканта, предположим, да, вот они там с 13 века там это все как-то делают. Я, кстати, тоже за эту традицию. Я своим ученикам говорю, мы с вами занимаемся по итальянской школе. Вот если вас кто спросит, а что это такая за школа Белобровой? А это итальянская школа бельканта, адаптированная для эстрадного рок-вокала. То есть ничего, я тут не придумывала абсолютно. А как же Russian Vocal Technique? И Russian Vocal Technique. Потому что русская как раз школа – это прям прямое следствие из итальянской. У нас же было очень много как раз педагогов, мастеров, которые сами учились в Италии, потом приезжали в Россию, выступали в российских театрах, пели прекрасно. Кстати, мой педагог в том числе стажировался в Италии. Вот я училась, самый мой основной, скажем так, препод в колледже, он был академист. Вот, и он был тенор, стажировался в Италии в свое время. Вот, поэтому, наверное, в том числе и от него я унаследовала глубокое уважение к итальянской вокальной школе и, соответственно, к русской вокальной школе тоже. Вот, поэтому... Почему же они отличаются тогда, эти школы? Ты знаешь, а здесь есть особенности языка. Да, то есть это вот как пение на английском и пение на русском. То есть итальянский язык, он очень, конечно, для пения удобный и прекрасный, и в нем много гласных, все это дело тянется. Не бывает 3-4 согласные подряд, как, может быть, в русском. Много твенга? Ну, да, да. Ну, в том числе, понимаешь, образ жизни. Здесь очень... В итальянский, на мой взгляд, вот итальянское само по себе способ пения, да, он очень сильно завязан. На хороший кофе, на круглый год сидеть, на улице, на солнце, вот, на то, что ты кричишь через двор Педро и до Монакаво. Ну, это я сейчас по-хорватски, вот, но здесь разница невелика. Здесь так же орут. Итальянцы очень громкие, они очень громкие в быту. Если вы слышите орущих детей, это стопудово итальянские дети. Никогда я не слышала, что моя итальянская мама не велела ребенку орать. Или мои итальянские дети. Тема немножко итальянская. Да, ну, мы немножко отвлеклись от темы. Я просто к тому, что если считать академистов хранителями традиций, то педагоги эстрадного и рок-вокала это новаторы. Потому что нас все время интересует, естественно, свежие вот эти вот все находки, свежие решения, свежие звуки, если так можно сказать, да. То есть кто-то что-то там хрюкнул где-то там. Мы уже сразу там типа «как это делается? Как это делается?» Понимаешь? То есть, ну, академистам по большому счету все равно, кто там хрюкнул, у них там совершенно своя концепция. Поэтому не странно. Не странно, что они считают вот так, что нужно как бы к одному педагогу ходить и ходить. Но, на мой взгляд, посещение семинаров и мастер-классов может только обогатить не только вас лично, как вокалиста, но и ваши отношения с педагогом. Понимаешь? Потому что это то, о чем вы можете поговорить, это то, что вы можете обсудить на ваших уроках. Потому что очень часто бывает так, что разные педагоги называют одно и то же явление разными словами. И начинающего вокалиста это часто путает. Да, так бывает. Он пришел и говорит, а мне сказали, что нужно вот крокодилом петь. Понимаешь? А вы мне говорите бегемотом. А ты говоришь, да это одно и то же. Животные одинаковые совершенно. Просто вот так называются по-другому. Поэтому это тоже очень хорошая тема. Просто, понимаешь, взаимоотношения студента и педагога, они, на мой взгляд, в современном этапе, они становятся более близкими. Я это чувствую по онлайн-обучению. То есть реально онлайн-обучение меня лично, как педагога, с моими студентами, как ни странно, сблизило. Может быть потому, что мы на связи не только раз в неделю. Понимаешь? Как говорится, когда это было там, не знаю, в Москве в студии, да, человек пришел там раз в неделю, даже два раза в неделю. Там мы с ним, конечно, общались, поговорили, спросили, как дела и так далее. И разошлись по своим делам. А здесь мы фактически на связи, ну, маломальски каждый день. То есть если мы не переписываемся, то там ребята читают мою стену. Если там мне что-то нужно у кого-то узнать, я всегда пишу своим студентам какую-то там, не знаю, модную современную мульку, как запостить какой-нибудь хрень в Инстаграме. Или вот к эфирам подключаются. Или вот к эфирам подключаться, да. Понимаешь? То есть это тоже, на мой взгляд, какая-то реальность, что мы входим в жизнь друг друга более глубоко. Вот мы с тобой уже посидим, и мы с тобой уже как члены одной семьи. Я что-то не помню дня, чтобы мы с Настей не общались. Надо уже научиться переворачивать вот так видео в трансляции, чтобы мы были валентиком. Можно и так, да. Одной картой. А вот как вы считаете, например, ну, вот вы говорите, что можно посещать мастер-классы, это даже полезно, это обогащает. Однозначно. А не зашоривает ли обучение долговременное у одного и того же педагога? Когда человек сначала там в музучилище у него учился, учился четыре года, потом в консерваторию пошел к нему уже или там в институт, и еще у него поучился четыре года. Ты знаешь, я поняла твой вопрос, да. Мне на него ответить не так легко, потому что я никогда не училась так долго у одного педагога сама лично. А у меня всегда как-то получалось так, что я там пару лет у одного, там три года у другого, параллельно у двух или как-то еще. То есть у меня все время какое-то было такое вот, какое-то перемещение некое. И на самом деле я даже завидовала людям, у которых один педагог. Понимаешь? Потому что это немножечко как будто ты вроде как любимец какой-то вот педагога. Вот у тебя все время вот один папочка такой твой, или там мамочка, и вот ты все время там к нему там сю-сю-му-сю-сю. А у меня как-то, ну, другие какие-то отношения с педагогами складывались. Хорошие, прекрасные, но совершенно не такие, как это сказать-то, не знаю даже, как сказать, семейные что-то. Или друг другу надоедать. Ну, бывало, бывало. Вот, мне кажется так. Если педагог сам развивается и интересуется новыми какими-то явлениями, то учиться у одного педагога не грех. Не грех. Если педагог, конечно, немножечко как бы так сильно зашорен в своих каких-то вот представлениях, может быть, это и не очень хорошо. Это вполне возможно, что это может тормозить вокалиста. Бывало такое. Но бывало так, что, например, человек сходит на какой-то семинар, мастер-класс, чего-то там новое поймет, принесет это в класс, и педагог ему говорит, вот же, я именно этого от тебя всю жизнь не ждал. Такие, кстати, случаи были у меня. У меня учились две девочки, которые одновременно учились у меня и учились в колледже. И в колледже что-то их сначала там все ругали-ругали, вот не то, не так, не получается, что же так. А потом мы нашли это на уроке на нашем, да, они принесли это в колледж, им сказали, о, супер, да, именно так и надо. Может быть, они объясняли другими словами. Может быть, не знаю, здесь на самом деле, понимаешь, в плане вот отношений ученик-учитель, это на самом деле довольно тонкий процесс, вот, и он, конечно, ну, часто неоднозначный. Да, то есть тут может быть и ревность какая-то, тут может быть и ненависть иногда, вот, и любовь, и чего угодно. Сколько случаев, когда люди замуж выходили там за своих студентов или, наоборот, там, педагогов и так далее. Это же, ну, довольно частое явление на самом деле. Вот, тем более, ну, ты сама знаешь, когда ты начинаешь преподавать, у тебя вся жизнь начинает крутиться в одном месте вот вокруг работы. То есть это очень сложно из нее вылезти в свою какую-то частную жизнь. Поэтому так бывает, что частная жизнь педагога, она, как бы, становится в том числе и рабочим процессом. Главное, чтобы частная жизнь педагога не начинала крутиться в одном месте из-за работы. Очень может, очень может. А у многих ведь, да, кто сильно загружает себе работы. Да, понимаешь, это вот для меня была прям вот такая, кажется, школа жизни, потому что я видела своих старших товарищей, коллег, которые просто стали калеками, извиняюсь за колобочки, из-за того, что они слишком много набирали студентов. Из каких побуждений, я не знаю. Нужны ли были деньги, или им, правда, так хотелось раздать всем доброе, вечное. В итоге это неважно, потому что человек просто сгорал, причем уже не профессионально выгорал, а просто сгорал, вот, ну, умирал, короче. Физически. Болеть физически, да, болеть, 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 и умирал, ну, в очень раннем продуктивном возрасте, да, то есть, как бы, мне бы как-то хотелось пожить подольше, поэтому я так поняла, что мне надо меня ограничивать немножечко в моем желании делиться со всеми знаниями. Понимаешь, потому что, ну, есть кроме меня педагоги прекрасные, которые научат. Совершенно не обязательно это все хаут самому, тем более онлайн. Ну, это же, кстати, не всегда зависит от педагога. Я вот раз, меня пригласили преподавать в частную школу и сказали, только надо работать, ну, минимум 4 дня в неделю, лучше 5, и по 10 уроков в день. А, по 24 часа. По 10 уроков в день, я так понимаю. Я так работала первый год как раз в колледже, в этом соучилище в Гнесинке, да, 12 часов я работала, 10 до 10. Так вот, это неправильно. Вот к чему. Да, вот к чему. Понимаешь, конечно, когда тебе 20 лет, и тебя позвали в такое знаменитое учебное заведение, ты там весь трепещешь и думаешь, блин, да я готова там умереть на пороге. Ну, да, юношеский максимализм, как без этого, понимаешь? Ну, сейчас бы я, конечно, такой отродясь не решилась абсолютно. То есть мне цена, моя частная жизнь, моя свободная, мое свободное время, и, соответственно, возможность заниматься какими-то другими делами, музыкальными в том числе, там, записывать песни, сочинять музыку, учиться игре на разных музыкальных инструментах, благо их у меня теперь очень много. Потому что теперь учиться и учиться. И как вы, учитесь самостоятельно или с педагогом? Вот, это прекрасный вопрос. Вот до того, как у меня появилось свободное время, мне всегда казалось, что нужно учиться только с педагогом. Но это, знаешь, с чем еще связано? Педагог, кроме того, что он разнообразит твою жизнь весельем, шутками, какими-то эмоциональными встрясками, стрессами и прочими прекрасными вещами, он еще сокращает твой путь познания инструмента, понимаешь? То есть, когда ты получаешь, я не знаю, там, флейту, например, да, и думаешь, блин, в какую дырку мне дуть? У меня их тут, блин, шесть. И тут еще, и тут еще. И вот, если ты такой неандерталец, как я, ты начинаешь дуть в каждую дырку и проверять, а что будет, если я флейту в ухо засуну, а что будет, если я в другую засуну? Если я бы пришла с этой флейтой к педагогу, он бы мне сразу показал аппликатурочку, да, дал упражненица, вот, сказал мне, как дуть, показал все, да, и я бы ужасных душераздирающих звуков не издавала, понимаешь? Я бы сразу более-менее начала что-то такое вот человеческое играть, понимаешь? А тут я буду вот эти до посидения, понимаешь, с ними бороться, вот, потому что обучаясь, самообучаясь, да, на этом инструменте, я считаю, что, ну, мне это как бы не срочно, да, у меня, как говорится, еще 50 лет в запасе, поэтому как-нибудь я за 50 лет флейту освою. Поэтому переучиваться придется, если не так научился. Да, если я ее засунула слишком глубоко в ухо, может быть, мне понадобится доктор с собой ее извлечь обратно, это совершенно верно. Или дули не с той стороны. Или дули не с той стороны, да, да, абсолютно правда, совершенно верно. Вот, потому что, понимаешь, в современном мире есть такой момент, что хочется быстро, а быстро это только с педагогом. То есть быстро без педагога не получится у вас никогда в жизни, потому что вы будете ходить вот такими вот путями окольными, это очень интересно, это совершенно прекрасная вещь. У меня же не только этот инструмент есть, у меня еще есть вот такой тенг-драм. Понимаешь, его никуда засунуть нельзя, поэтому это как бы хороший инструмент в смысле техники безопасности. Очень рекомендую новичкам, вот, то есть можно ушибиться больно, конечно, если он вам на голову упадет, но зато вот извлекать из вас его не придется. Вот, поэтому так же и с вокальными вещами, да, если вы поете чистым звуком добрые и красивые песни, то, в общем, вполне возможно, что пройдут годы, и вы научитесь их петь так, как вам нравится. Не проблема, и без педагога научитесь. Если же вы хотите какие-то специфические вещи, какие-то особенные техники, какой-то «я хочу спеть как», там, не знаю, кто-то, да, или там «я хочу записать свой альбом через, там, не знаю, полгода», на мой взгляд, без педагога не обойтись. Потому что это не значит, что может вам провести вас коротким путем, туда, куда вы хотите. Вот вы говорите быстро, да, что педагог сократит ваше время, если вы хотите быстро, то гоу к педагогу. То есть вот все вот эти рекламы, типа, приходи, мы тебя научим петь за три дня, или уже через три месяца ты запишешь свои первые песни и, возможно, даже альбом. Так быстро? Насколько быстро? Насколько сокращает педагог? Ну вот смотри, это, кстати, вопрос прекрасный, я прям такие ситуации всегда очень люблю отслеживать. Последняя удивившая меня совершенно ситуация была на нашем первом базовом марафоне, когда девушка, скажем так, практически особо не поющая, за три недели базового марафона внезапно запела. Внезапно нашла отличный звук, внезапно научилась дышать, внезапно у нее это все получилось. Она, конечно, убивалась нечеловечески. Это не каждый человек так может учиться, как училась она. Понимаешь? Это же тоже надо учитывать. Потому что педагог, кстати, кроме того, что он проведет вас коротким путем, это же еще и волшебный пендель, который заставит вас что-то делать. Понимаешь? Если вы не можете это сделать сами. Пример из моей жизни, пожалуйста. Я учила не так давно, как бы, немецкий язык. Я бы сама никогда в жизни его не освоила. Мне тупо лень. Я взяла педагога на два раза в неделю, потому что я совершенно точно знала, что домашку я буду делать прямо перед уроком. Понимаешь? Ну, я как бы много в своей жизни училась, и я про себя некоторые вещи знаю. Понимаешь? Флейточка – это флейточка, а немецкий мне нужен прямо сейчас. Понимаешь? Я взяла педагога, потому что педагог еще и няня. Добрая иногда и злая. Да. Потому что он тебе, как бы, да, скажет вот так. Точно так же, между прочим, наши марафоны, понимаешь? То есть, при том, что марафон – это как бы самостоятельное занятие, но у тебя есть дедлайн. Если ты к дедлайну не успел, то злобные преподы тебя выгонят с марафона, плакали ваши денежки. Вот и самооценочка. Это неприятно. И даже не знаешь, что жальче. Самооценку, наверное. Ну, то ж кому как. Что ж кому как. Вот. Поэтому, конечно, человек, который способен самоорганизоваться, для него марафон – вообще прекрасная вещь. То есть, у тебя есть небольшой пиночек два раза в неделю, да, что тебе там. Вот остальное время ты занимаешься сам. Прекрасно, очень здорово. Как показала практика-то, что даже для тех, кто не способен самоорганизоваться, тоже хороший пендель. Все равно организуй. Ну, здесь надо отдать должное тебе, Настя, потому что я так подозреваю, что ты им помогала. Как раз в роли музыкальной няни, которая периодически там настукивала по куполу, типа, чуваки, дедлайн. Музыкальный дятел. А дятел, да-да-да-да. Да надо, только отвали. Да, да. Я на самом деле, я вот не такая. Я, кстати, вот так бы не стала делать, как ты. Поэтому, собственно говоря, мне так ценно, что мы с тобой вместе делаем эти марафоны, потому что, как говорится, так прекрасно, когда есть люди, которые делают работу, которую вы терпеть не можете. Так, вот у нас есть вопросы. Татьяна нам задает вопросы следующие. Первый. Когда занимаешься домом, можно ли заниматься во время болезни? Не обязательно больное горло, а просто плохое самочувствие. И стоит ли себя пересиливать? Вот хороший вопрос. На мой взгляд, это зависит очень сильно от вашего текущего уровня. Потому что, если у вас, да, в ближайшее время запись, концерт, который невозможно перенести, невозможно отменить, боюсь, что вам придется себя пересиливать. Во всяком случае, в моей жизни такое было очень часто. То есть, когда ты... Вот, кстати, Даша, с которой мы в прошлый раз беседовали, да, Бурлюкала, она тоже такую историю рассказывала, что она не могла отменить концерт, пришла к врачу, врач сказала, нельзя петь ни в коем случае. Не разрешаю. А Даша сказала, ну, а мне придется. Вот. В результате спела, потом там две недели восстанавливалась. Ну, то есть, ты отдаешь себе отчет, насколько может быть травматично для тебя занятие в таком состоянии. Понимаешь? Поэтому, если это болезнь, например, там, я не знаю, понос, золотуха, вот, там, ангина, ларингит или еще какие-нибудь ужасы, да, с температурой что-то и так далее. Ну, не надо. Зачем вам это надо? Понимаешь? Зачем вам в памперсах бегать от микрофона к туалету, понимаешь? Ковид, в конце концов, по нашим-то дням. Ну, ковид, понимаешь, ковид-то ковиду рознь, понимаешь? Потому что, если, как говорится, это в легкой форме проходит, или, опять же, сейчас стало модно бессимптомно болеть ковидом. Вот. Если вы болеете ковидом бессимптомно, можно заниматься. Можно. Можно. Вот. Ну, просто, и когда вы здоровы, не надо доводить все до крайности. Понимаете? Это как у меня ученик один говорит. Чего же вы, говорит, напугали моих родных? Я, говорит, в обморок упал, делая дыхательные упражнения. Я говорю, а сколько что я делал-то? Три часа. Но я, правда, перед этим еще пиво выпил. Понимаете? Если вы пойдете после... И на солнце посидел. Да, после пива, например, в качалочку и подягаете штангочку, я думаю, тоже вам мало не покажется. Понимаешь? Почему-то это все понимают, что так делать нельзя. А вокал, типа, это лайтовенько, и можно там как угодно поступать. Нет, конечно. Нет, конечно. То есть надо себя беречь, надо себя уважать. И когда вы себя бережете и уважаете, когда вы ответственно относитесь сами к себе, вы просто не допустите какую-то глупость, которую, в общем, можно избежать. Конечно, наша жизнь так устроена, что бывают иногда ситуации, когда приходится себя преодолевать и что-то такое делать, что, в общем, ну, скажем, мягко для здоровья не полезно. Я всегда говорю так, профессиональный футбол тоже не полезен для здоровья. Профессиональный спорт вообще не полезен для здоровья. Ни капельки. Да, да, да. Вот, кстати, так вопрос о состоянии здоровья. Часто прям задают вопрос. Женщины, можно ли петь во время беременности и в особые женские дни? Да, вот хорошо, что про особые женские дни тоже спросили. С них мы и начнем, потому что особые женские дни не являются чем-то особенным, ребят. Это нормальная функция здорового женского организма. Все, что можно делать в обычные дни, можно делать и во время месячных. Это совершенно для вас нормально. И не нужно их романтизировать и демонизировать, понимаете? Ничего страшного с организмом в это время не происходит. А другое дело, что надо быть внимательным и осторожным. Но внимательным и осторожным надо быть всегда, а не только в какие-то особые дни, понимаешь? И это касается не только девочек, но и мальчиков тоже самое. То есть надо к себе прислушиваться, надо понимать, как вы себя чувствуете. И, соответственно, отсюда возникает, собственно, следующий ответ на вопрос по поводу беременности. Если вы себя хорошо чувствуете, если никакого дискомфорта нет, то, конечно, можно. У меня были девочки, которые приходили на вокал и говорили, слушайте, я завтра не приду, я рожаю. Понимаешь? Вплоть до такого. Но почему нет? Я в этом рожу приду тоже. В рожу приду, да, вообще не проблема. Да, бывает, когда гормональный фон двигается немножечко, конечно, голос меняется. Иногда и с антонированием начинаются проблемы. Иногда еще что-то. Ну, ничего страшного, что ж поделаешь-то? Мы живые. Знаешь, это ветер переменился, и уже что-то у нас в организме поменялось. А уж с беременностью и родами, конечно, меняется. Уж когда родил, тем более. Ты сначала еще ищешь эту, а куда опоры делать, прости? Где моя опора? А вот она лежит рядом. Да, это как раз, мне кажется, даже ты можешь более подробно рассказать по поводу того, как чувствует себя певица во время беременности. Во время беременности очень даже удобно. Опору искать вообще не нужно. Она всегда с тобой. Дополнительная. А вот, кстати, насчет критических дней, например, я не очень соглашусь. Потому что у кого действительно, ну, женщины бывают разные, скажем так, да? Если у кого гормональный фон достаточно стабилен, там да. А бывают же те, у кого очень трудно проходит, да, они. И бывает, что женщины там первые пару дней вообще в лёжку лежат. Да, вот тогда ты, естественно... Не согласна, кстати, абсолютно. Потому что это значит, что нужно стабилизировать гормональный фон. Значит, конечно. И буквально вчера мы на эту тему беседовали с одной моей ученицей. И я ей напомнила прекрасный метод, который может избавить вас от проблем во время месячных. Это танец живота. Да, очень всем рекомендую женщинам заниматься этим прекрасным видом, скажем так, танца. Перапии. Который фактически терапевтический, да. Для женщин очень-очень хорошая вещь. Вот поэтому сама я избавилась от болезни, болезненного протекания месячных. И многих своих студентов и подружек избавила от этого дела. Помощь танца живота. Прекрасная вещь. Вот, поэтому надо стабилизировать, конечно. Если как бы в чем проблема, нужно искать корень проблемы. Это не значит, что вы должны свыкнуться с тем, что у вас болезненные месячные. Это ненормально. Так не должно быть. Должно быть удобно, более-менее приятно. Насколько это возможно в такие дни. Потому что, извините меня, вам с этим жить, понимаешь, там 50-40 лет, а кому-то и больше. Ну, как же в театре же даже сталистам дают выходные на первые пару дней. Ну, ребят, мы уже об этом говорили. Понимаете, что есть традиция. Есть традиция. Вот. Вот, конечно, отношение к служащим, работникам театра, мужчинам и женщинам разное. Вот. Поэтому у женщин немножечко там есть, как бы, свои такие нюансы. Вот. Но у мальчиков тоже бывают критические дни. Вот. Вот они не выражают. Некоторые постоянно, не проходят. Они, может, не выражаться в том, что там что-то из организма там как-то резко вытекает. Но с психикой, с головой прям бывают серьезные. Действительно, регулярные достаточно вещи, которые тоже, вот, ну, как бы, циклами, там, Луны каким-то образом управляются. Вот. Такое тоже бывает. Вот. Ну, им, беднягам, вещи вот не положено. Вот. А надо бы вообще-то. Потому что актеры, артисты, вокалисты, они же нежные люди. Вот. Поэтому, конечно, пускай у них будут дополнительные выходные. Я только за это. Вот. А про педагогов я вообще молчу. Им вообще положено еще молоко за вредность. В чем хорошее молоко, а не какой-то из супермаркета. Да. Я такая вредная, что мне молоко надо просто уже бидонами возить. Тебе надо в молочную ванну просто посадить, на самом деле. Как Клеопаутер. Да. Вот тогда ты перестанешь. Это как у вас с молоком ситуация. Прекрасно. А вот вы вредный педагог или не очень? Я полезный. Я очень полезный педагог. Причем я полезный педагог и для студента, и для себя, и для других педагогов. Я очень люблю коллаборации, я очень люблю всякие проводить совместные штуки. В ближайшее время, кстати, там кое-что намечается. Не скажу с кем и не скажу что, чтобы все были в напряжении. Никогда не скажу. Скоро. То есть уже процесс пошел. Ну, в общем, если вам надо будет вдруг отлить молока, вы знаете, куда обратиться. Следующий вопрос. Важен ли четкий режим занятий или как успел, так и позанимался? Слушайте, ну вот этот вопрос прекрасный. Я на него пытаюсь всю свою жизнь ответить вообще. Не просто про четкий режим занятий, а вообще про четкий режим. Я отношусь к безрежимным людям. Если бы я не была педагогом, и у меня не было бы студентов, с которыми я заранее договорилась о времени занятий, у меня все время были бы дела до случая. Понимаешь? Там проснулась востока-то, проснулась в осёк-то, легла востока-то, легла в осёк-то, поела, когда голодная, не поела вообще, потому что не голодная. Это прям про меня. То есть я на самом деле, ну, скажем так, неохотно подчиняюсь режиму, хотя понимаю его ценность. То есть я, например, считаю, что вот меня структурирует наличие моих студентов, то есть я знаю, 4 дня в неделю я работаю. Понимаешь? Остальные иногда, бывает, тоже работаю, но это уже, как говорится, как повезёт. Но в эти 4 дня у меня вот должно быть там утром работа, потом у меня есть обедный перерыв, да, в обедный перерыв, может быть, у меня будут танцы или прогулка или ещё что-то, чтобы, как говорится, голова пришла в себя. Вот. Или там, может быть, музыкой тоже самой позаниматься. Тоже не грех. Вот. Вот вечером работай и обязательно перед сном отдых. Сном нужно обязательно погулять, почитать книжечку, да, то есть не смотреть в экран, не смотреть никакие, ну, как бы не писать посты, не готовить семинар. Вот. А обязательно сделать себе перед сном отдых для того, чтобы можно было спокойно, хорошо поспать, чтобы ужасы не снились, в том числе педагогические. Но это, понимаете, просто долгими годами уже наработанная какая-то моя система. Вот. Потому что изучая себя, ты приходишь к определённым выводам, да, как говорится. Для вокалистов я это тоже очень советую. Очень часто ребята спрашивают, а что можно есть, а что можно пить, когда поёшь, а сколько нужно спать. А вы себя изучите. Вот если вы сегодня прекрасно звучите, подумайте, что вы такого хорошего делали последние 24 часа. Понимаешь? Если вы звучите отвратительно, подумайте, где вы ошиблись. Сто пудово найдёте. Абсолютно найдётся. А потом проверите. Здесь как-то всё эмпирическим путём. Вот. Взял два раза, наступил на грабли, если опять шишка на лбу. Значит, это были грабли, действительно. А не иллюзия. Ну вот и третий вопрос. Как наиболее эффективно и быстро ликвидировать состояние, когда не в голосе? Как этот голос скорее вернуть в нужный вид и позицию? Распевками. Тут как раз всё абсолютно просто. У распевок, у них как раз есть некоторое количество функций. Когда вы начинаете заниматься вокалом, основная функция распевок – это постановка голоса. То есть вы ищете позицию, вы ищете опору, вы выравниваете гласные, да, там аккуратно добавляете согласные и так далее, с дыханием работаете. То есть у распевок совершенно чёткая функция. Дальше, после того, как голос более-менее поставлен, вы уже неплохо им владеете, у распевок становится следующая функция. Это приведение вас в певческое состояние из любого. И тогда возникает вопрос. А какие упражнения вас быстрее приводят в певческое состояние? Это, кстати, может меняться от дня к дню. Не обязательно, что одно и то же поможет. Опять же, как понятно. А как они приводят в состояние? Это следствие автоматизмов? Да, на работу нахоже. Ну, следствие автоматизмов, например, можно даже использовать хорошо в петой песне. Если вот идти по пути автоматизма, да. Но, например, для меня лично, мне нужно войти в певческое состояние с точки зрения энергетики. Мне нужно раздышаться. Мне нужно почувствовать как бы наполненность энергии. Я часто достаточно такая расслабленная, немножечко где-то, может, вялая. Для пения это мне не очень хорошо. Кому-то надо наоборот расслабиться. Он, может быть, такой весь с выпеченными глазами бегал. Понимаешь, ему, значит, нужно какие-то поделать упражнения, которые его расслабляют. Наоборот, его локальный аппарат расслабляют, убирают напряжение лишнее. Как правило, для меня лично, да, я там 3-4 упражнения себе выбрала, которые меня, как правило, приводят в хорошее самочувствие. Довольно быстро. Довольно быстро, это 15-20 минут. То есть, если я... Я распеваюсь, кстати, всегда перед пением, потому что я чувствую в этом необходимость. То есть, мне нужно держать голос в хорошей форме. Иногда я распеваюсь даже перед занятиями, просто перед моими уроками для того, чтобы хорошо говорить. Потому что, если много часов разговариваешь, особенно с экраном, есть опасность, что ты чего-нибудь не почувствуешь, чего-нибудь там зацепишь. И голос будет не очень хорошо себя чувствовать после рабочего дня. Это мне совершенно, конечно, не нравится. И я стараюсь говорить правильно, на опоре, в позиции. Чтобы каждое сказанное мною слово было на пользу моему голосу. То есть, оно голос укрепляет, развивает, разогревает. То есть, я после трудового дня, когда я бла-бла-бла-бла-бла-бла проговорила все это время, я готова петь в любой момент. То есть, голос хорошо себя чувствует. Естественно, бывают ситуации, когда ты к студенту подстраиваешься и снимаешь с него какие-то напряжения и зажимы. И это тоже для педагога нужно уметь убирать. В том числе распевка. Почему нет? Конечно. А вот если, например, человек уже занимается с педагогом, нужно ли ему еще заниматься дома? Или достаточно просто посещать уроки стабильно? Вот, скажем, два-три раза в неделю человек посещает уроки с педагогом? Да, здесь есть нюанс. Опять же, возвращаясь к экскурсу в историю. Когда я училась в училище на первом курсе, мой педагог мне не рекомендовал заниматься дома. Вот так скажем. На первом курсе я была этому рада. Ой, как классно! Можно ни хрена не делать. После первого курса меня взяли петь в рок-группу. И выяснилось, что мне как минимум нужно дома учить песни. Мало того, что мне их нужно выучить, мне еще нужно прийти на репетицию в хорошем вокальном состоянии. Не оставить там связки, не выплюнуть. Нормально спеть, чтобы меня еще из рок-группы не выгнали при этом. А распеваться-то я не умею. Понимаешь? Меня аж распевал педагог, а я даже не смотрел, что он там, куда жмет-то. Он мне что-то там... Я там с ним... Домой прихожу, у меня в голове это ничего. У меня же ниточка между ушами, как я уже сказал. Вот тут-то я присела, понимаешь? И что делать? Какие варианты? Бегать к педагогу каждый день? Ой, распойте меня, пожалуйста. Понимаешь? Ну, у него, во-первых, своих дел полно и другие ученики и так далее. Вот. Вот это вряд ли кто-то прям будет прям... Бывает такое, что педагога прям берут, как говорится, в оборот на 24 часа. Ну, не знаю, на гастроли, например, как в врачах. Так бывает, прям берут. Ну, как правило, люди достаточно состоятельные, которые, в общем, уже там звезды шоу-бизнеса, они могут себе позволить такое. Еще и панинатор с собой возит. Да, 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 да. Если вы не относитесь к таким состоятельным людям, то вам рано или поздно придется научиться распивать себя самому и работать с собой, как педагог. То есть вы должны стать самому себе преподавателем в любом случае, для того, чтобы вы могли как-то выжить в этой ситуации. Поэтому после первого курса, да, я стала внимательнее относиться к тому, что мы делаем на занятиях, пробовать что-то сама дома. Педагогу я об этом ничего не сказала, потому что, скорее всего, он бы начал на меня ругаться. Хотя он знал, кстати, что я пою в рок-группе, но почему-то это его как-то не напрягло. Типа, в рок-группе, пожалуйста, а распиваться дома, типа, нет. Ну, то есть мне эта логика не очень понятна, если честно. Вот, ну, наверное, у него были какие-то свои соображения. Вот, как у академиста, кстати. Ну, может, раз вы на певице учитесь, то вы должны где-то петь. Ну, логично, в принципе, да. Хотя, знаешь, я, наверное, года два назад делала интервью с девушкой, которая преподает в Академии Маймонида. И у них до какого-то курса, чуть ли не до четвертого, запрещено, до второго, да, до третьего? До третьего. Да, два года им. Два года. Запрещено работать певцами, певицами. Просто запрещено. А я говорю, слушайте, и что, они, правда, не работают? И она говорит, конечно, работают. Понимаешь, вот я не люблю вранье. Надо же заплачивать эту учебу. Понимаешь, вот я не люблю вранье. Вот не надо так делать. Вот скажите, как есть. Понимаешь, мне можно сказать, как есть. И мне можно сказать, я дома не занималась, не хотелась, не могла, не успела, проспала. Можно так сказать на уроке, не проблема. Я не буду ругаться, кстати, к вопросу, вредный я педагог или полезный. Полезный. Значит, то, что вы не сделали дома, мы будем делать на уроке. Ну да, мы не успеем сделать новый материал. Ну что, поделать? Ну да. Поддерживаю, кстати. Мне тоже исповедуются мои студенты, что, эх, ну что, выучили песню? Эх, нет, не выучил, некогда было. Я говорю, ну что ж. Значит, открываем тетрадочку и записываем. Да, да. Конечно, конечно. Ну, всякие бывают ситуации, на самом деле, действительно. Вот, так что, в общем, чего уж парить. Ну, в общем, короче говоря, на мой взгляд, вот это опять же по поводу того, обвинять педагога, не менять. Если отношения с педагогом честные, то педагог вам, может быть, сам даже скажет. Я своим студентам говорю, я говорю, слушай, давай схватит. Я вот то, что я тебе смогла дать, получи и иди дальше. Вот. Если я знаю, кому направить, я кому-то отправляю. В том числе сейчас, например, поскольку я не преподаю в учебных заведениях, ни в каких, да, то мои студенты, которые у меня обучались какое-то время и хотят поступать куда-то, я их направляю в учебные заведения к другим педагогам. То есть я, конечно, стараюсь их, как говорится, пристраивать немножко, да, там, кому я знаю, кто хороший препод. Вот. Поэтому, конечно, как бы, деточку не бросишь же. Вот. Бывших студентов не бывает, понимаешь, даже если он у тебя 30 лет назад учился, понимаешь, все равно он студент твой, хотя у него уже там свои дети, наверное, уже там по 15 лет. А вот как понять, твой педагог или не твой педагог? Достаточно ли, чтобы с ним просто было комфортно, или должны быть все-таки какие-то успехи? И может ли, например, быть так, что с педагогом, как с человеком, тебе некомфортно, скажем так, общаться, да, но, тем не менее, работа у вас ладится? Да. Как вот? Настя, бывает по-разному, понимаешь? Это вот как дружба, например, да. Вот друзья, они же разные бывают, да. Бывают друзья, с которыми клево на лыжах кататься, понимаешь? Бывают друзья, с которыми клево бухать. Бывают друзья, с которыми по душам поговорить приятно и порыдать им на плече, да. А бывают, которые скажут, слушай, ну хватит тебе сопли на кулак наматывать. Слушай, пойдем уже там, я не знаю, делом займемся там. На курсы кройки и шитья запишемся, понимаешь? То есть это очень по-разному. То есть вам должно быть, у вас должно быть какое-то собственное решение на эту тему, понимаешь? Потому что кому-то важен комфорт душевный, да, кому-то важны успехи, понимаешь? Я в свое время, вот как раз возвращаясь опять в исторический экскурс, я как бы по молодости очень большое внимание уделяла профессиональным навыкам, развития профессиональных навыков у студентов и мало уделяла внимания личностному общению. Какой был результат? Результат был следующий. Мои студенты выигрывали всевозможные конкурсы. И однажды после вот такого вот выигранного всевозможного конкурса, значит, два девочка и мальчика, которые получили гран-при на этом конкурсе, я, конечно, ходила с носом до небес, вот, они от меня ушли. Ушли к другому педагогу, понимаешь? И я вот с такими квадратными глазами, а это было в колледже, а в колледже это не так все просто, да, это не так, как в студии, что ты ушел и ушел, там, не знаю, конфеты прислал бывшему педагогу и там, до свидания. Вот, это целое дело, вот, то есть нас всех вызвали к директору, их, меня, того педагога, к которому они ушли, понимаешь? И вот мы там сидели, там, не знаю, как это, очная ставка, значит, что за дела. Я их не хотела отпускать, я говорила, что я против, потому что это будет вредно их развитию, потому что вот они сейчас там выиграли все на свете, а сейчас вот они там куда-то уйдут, непонятно, как там у них все это и сложится. Вот, ну, на что директор мне сказал, коммерческое отделение, люди имеют право учиться у того педагога, у которого хотят. То есть ваши возражения, они не принимаются ни в какие совершенно, в общем, никакой внимания. Вот, я, конечно, расстроилась, а директор меня потом оставил после того, как все ушли и сказал, вы знаете, это ваша недоработка, потому что в нашем колледже учатся ребята, часто из неблагополучных семей. Вы же не знаете, что у них дома делается, да, что у них делается в душе, понимаешь, вот вы их учите профессиональным навыкам, да, а надо учить их жизни, надо учить их общению, надо учить их, надо их социализировать, понимаешь, они вас не социализированы, они у вас просто дикие. Вот они вышли, всех порвали, понимаешь, а они же еще не люди, они еще маленькие вот зародыши какие-то, понимаешь, человеческие, понимаешь, подростки. И тут я съела, и тут я съела, и тут я выпучила глаза, потому что мне-то казалось, что я в профессиональном учебном заведении должна готовить собак-убийц, понимаешь, которые пройдут по головам конкурентов, всех порвут и вырвутся вперед. Вот, а мне, понимаешь, взрослый дядя с жизненным опытом немножечко глазки-то приоткрыл. Вот, и тут-то я репуту почесала и подумала, а ведь правда? Я же, как говорится, так, пришел к роялю быстро, ай-два отжался, рот открыл, рот закрыл, так спели, следующий, и все. Какое-то вообще никакого, понимаешь, а правда? А вот тот педагог, к которому они ушли, она совершенно другая. Она была такая мамковая, она с пирогами, она там, деточка, как у тебя дела дома, как там то-се, понимаешь, у нее другой подход совершенно был. Вот, поэтому совершенно было неудивительно, что они к ней ушли. Вот, к сожалению, для них это не очень помогло. Вот, потом мы, кстати, с ними собой мы встречались, и, в общем, в результате остались в хороших отношениях, выяснили наши дела. Я им объяснила свою позицию, они уже взрослые были, там, не знаю, лет пять, может, семь прошло после этого. Вот, они мне объяснили уже свою позицию, принеся мне конфетки, зефирки и так далее, что как бы, в общем, мы, скажем так, друг друга простили. Вот. И это тоже хорошо, на самом деле, потому что жизнь длинная, понимаешь, жопа круглая, куда ты прикачиваешься, еще неизвестно. Поэтому хорошие отношения со своими студентами иногда бывают, ну, во всяком случае, не менее важны, чем профессиональные качества, которые ты в них воспитываешь. Это вот важный момент. Да, хорошие отношения надо иметь как с настоящими, так и с бывшими, а уж с будущими, так тем более. Я, кстати, тоже однажды уходила от педагога, ну, как, мы разошлись по обоюдному согласию, так сказать, ну, просто потому что уже не могли друг с дружкой никак служиться. При этом, да, тоже профессионально все было вполне себе не очень, но вот лично не складывалось. И я даже какое-то время просто практически петь перестала. Просто потому что мы, ну, душевно не сходились. Хотя профессионально все было идеально. Вот такие вот вокалисты чувствительные существа оказываются. Если правда чувствительные существа, это действительно так. Поэтому тут, чем вам важно, вот как вот вы для себя выделили, что какая вот у вас приоритетность, да, кому-то наоборот важно, чтобы там построили, упал, отжался, там, напрягли, заставили, там, включили. Мне себя хотелось, чтобы построили, упал, отжался. А мне в свое время, кстати, один мой коллега, он, кстати, педагог по бас-гитаре, он объяснил так. Так, колледж – это детский садик, там надо цацкаться, церемониться, сюсюкаться, вот, а институт – это уже армия, понимаешь, и там уже упал отжался. И поэтому тип педагогов колледжа и тип педагогов института должен быть совершенно разным. Вот, и, ну, в общем, мне кажется, это не глупо, не глупая мысль. Не глупая мысль, понимаешь, потому что, ну, действительно, когда человек уже профессиональный, ему можно дать задание и отпустить его. И, соответственно, когда он принесет это задание, не принесет, либо ему вломить по полной программе и заставить переделывать, да, либо, как бы, принять и сказать, да, хорошо, нормально сделано. А вот, а когда человек, конечно, еще сам ничего не умеет и, как бы, ну, песочки еще там с овощиком ковыряются, конечно, с ним надо побольше там покопаться, поискать. Ну, а вот как все-таки быть ребятам, которые не могут себе позволить учиться у педагога? Нет времени на учебу в колледже, нужно работать, например, да, либо нет средств для того, чтобы позаниматься с частным педагогом. Как быть-то? Ну, смотрите, насчет учебы в колледже, это я уже сказала, понимаете, сейчас, во всяком случае, в ближайшее время вряд ли сложится такая ситуация, что вас без диплома не возьмут на эстраду. Вот, то есть, диплом не поет, вы всегда можете научиться петь параллельно с вашей другой деятельностью. Это очень часто сейчас бывает, практически все мои студенты, ставшие звездами, они параллельно работали на каких-то нормальных, обычных человеческих работах. Вот, кто-то в интернете, там, в конце концов, пиаром занимался, да, или там дизайном, вот, кто-то торговал пластинками на рынке, понимаешь, кто-то работал в офисе, вот, поэтому он, нормальный процесс, то есть, это и на Западе тоже самое происходит сейчас, как бы, ну, не часто можно жить на те деньги, которые вы зарабатываете музыкой, а уж последние полгода, сами понимаете, это практически вообще forget it, вот, поэтому нормально, держитесь за свою основную работу, это ваш источник дохода, конечно, это важно, вот. А здесь вопрос распределения времени и средств, да, а если нет возможности позаниматься с частным педагогом, ищите варианты, да, ищите варианты. Всегда бывают бесплатные какие-то консультации, которые можно выиграть, да, какие-то репосты, какие-то акции, марафоны, в конце концов, понимаете, то есть, сейчас вариантов очень много, то есть, даже с западными дорогущими педагогами, у которых, там, не знаю, там, 200 евро стоит, там, час занятий, понимаете, и то у них бывают какие-то, вот, глобальные акции, когда, там, конечно, вы будете не один на один с педагогом, а, там, в группе в какой-то, да, там, по аудио даже, скорее всего, видео, вас педагог в видео не увидит, вот, но, тем не менее, позаниматься можно, то есть, если вам это важно, действительно, именно с этим педагогом позаниматься, можно найти варианты. Вот, кстати, да, про марафоны, это же хороший способ сэкономить значительно и на времени, и на средствах. Ну, да, ну, да, ну, да, конечно, конечно. Как раз, вот, буквально недавно мне тоже девушка спросила, она говорит, а я вот врач, у меня вот дежурство, у меня мало времени на все это дело, могу я участвовать в марафоне? Я говорю, конечно, вот, как раз для вас марафон будет прекрасно, потому что домашку вы можете сдавать в любое время, вот вам в понедельник ее задали, утречком, да, вы можете сделать ее в тот же понедельник, если вы все поняли, у вас все получилось, можете позаниматься во вторник, сделать ее сдать, да, и можете еще в среду еще успеть, понимаешь, поэтому вполне нормально, вполне нормально. Конечно. Да, ну что же, надо нам потихоньку заканчивать нашу трансляцию, у нас тут где-то был интересный вопрос, сейчас я его найду. На сладенькие вопросы, как вы любите. Два ключевых вопроса большинства знакомых с хорошими вокальными данными, пишет нам наш зритель Андрей. Первый. Особенности соль минора в банковском бизнесе Нино, когда тебе 25? Нино – это Нижний Новгород, если что. И второй вопрос. Особенности седьмой страны и сварочной работы в ПГТ, когда тебе за 40? Знаете, это вот моя любимая тема, потому что у меня очень много на свое время было статей в разной литературе, ой, в разной литературе, в разной желтой прессе, на тему вокала-коневодства, понимаете? Вокалы-коневодство, вокалы-свиноводство, вокалы-банковское дело, вокалы-седьмая струна, вокалы-теория струн, и для журнала «Лиза», и для «Космополитена», и для чего я только не писала. Поэтому на самом деле, если вы способны связать вокал с различными сферами вашей жизни, это говорит о том, что вы хорошо интегрировали пение в свою реальность. Это прекрасно. Я, например, когда посуду мою, пою. Или когда пылесосом пылесосим. Пылесосом пылесосом. Даже в работу интегрировали мы с вами. Не говори. Мне еще понравилось. Я сегодня давала интервью как раз по поводу профессиональной деятельности. Мне говорят, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чем вы занимаетесь. Я говорю, ну вот, я училась, училась, потом работать начала. И дальше спрашивают, а вам нравится то, чем вы занимаетесь? Я говорю, хороший вопрос. То есть я училась, училась, училась. Времени на это много потратила. Для того, чтобы заниматься тем, что мне не нравится, получается. Настя, ну, честно говоря, это достаточно часто случается. И одна из причин, по которой это случается, там, как бы, на мой взгляд, две такие основные причины. Первая – это то, что человек не думает сам, а идет на поводу у родителей, друзей, родственников, рекламы по телевизору или там где-то, понимаешь? То есть сам не думает. Это первое. А второе, что он на самом деле не знает, что, например, есть специальности, на которых можно прекрасно, очень интересно учиться, но потом будет совершенно негде работать, понимаешь? И потом придется быть дворником, в лучшем случае, если вас возьмут. Поэтому такое тоже бывает. И это, кстати, не так легко прочитать, особенно в современном быстроменяющемся мире. Мне вот ученик задал вопрос, он говорит, а какие профессии около музыкального бизнеса будут актуальны через 3-4-5 лет? Потому что он заканчивает школу, куда ему надо как бы пойти учиться, там в вуз. И вот ему интересно, а вот куда? Вот это я тебе могу задать такой вопрос, например. Как ты думаешь, вот у тебя, например, же детишки, а им же тоже захочется, например, куда-то идти, там учиться на кого-то, работать потом как-то, да? Ну, я не знаю, на 10 лет это уж мы, там или 20 вряд ли можем предположить. Но хотя бы на ближайшие 5 лет есть у тебя какие-то идеи, что может быть актуально в нашей сфере? Если имеется в виду мои детишки, то, слава богу, это до них еще далеко. Я надеюсь, что они сами уже будут способны делать выбор. Ну, по крайней мере, сейчас они с этим прекрасно справляются, выборы делают каждый день. Не могу тоже, у меня трудно с такими прогнозами. Мне кажется, что разумные, добрые, вечные всегда будут в цене, как то, например, звукотехники. Куда же без них? Их не так уж и много. На хорошей звукотехнику он всегда оценен. Да, другое дело, что действительно очень много артистов выпускают творческие вузы, и не все находят себе применение. Ведь очень небольшой процент ребят, которые закончили консерваторию, там или музучилища, действительно работают по профессии. Потому что, ну, что греха таить, правда, достаточно трудно заработать в нашей музыкантской профессии. Но это не невозможно, это можно, просто очень много труда. А я-то что вот еще хотела спросить в связи как раз с предыдущим вопросом, что люди, которые, значит, окей, пошел на поводу у мамы с папой, выучился на юриста, менеджера, еще кого-нибудь, и сидит такой или такая, и думает, ах, нет, все-таки петь хочу. И начинается потом, да, вроде бы там нагуглил себе педагога, писать, не писать, возьмут, не возьмут, можно, не можно, мне 25, я, наверное, уже старый, или там мне 35, 40, 5 и 50, да, и так люди до конца жизни задаются этим вопросом, некоторые только к 60 созревают, наконец-то, что неплохо бы позаниматься. Вот в связи с этим-то вопрос, собственно говоря, есть ли какая-то градация, когда поздно или не поздно начать заниматься вокалом-то? Ну, если ты умер, то уже поздно, конечно, тут уже без вариантов. А если ты живой, то еще пока можно вполне себе, да, не поздно, нормально, в любое время можно начать. Понимаете, в любом случае вам будет 30, 40, 50, начнете вы сегодня заниматься вокалом или не начнете? Вот поэтому, как бы, если вам пришла эта мысль, и она вас не отпускает, то надо, как минимум, начать попробовать, а там дальше вы поймете. Вот, единственное, я вам очень советую, как мне в свое время тоже мой педагог дал совет, он сказал, не надо сразу все бросать. Вот, то есть, если вы юрист, даже начинающий, не надо сразу вот после второго урока вокала решать, что вы бросите свою юридическую карьеру и пойдете куда-то там петь, еще не зная даже, куда вообще можно пойти петь. Вот, надо поучиться, посмотреть, повариться в этом во всем, с коллегами пообщаться, между прочим, тоже очень полезно. Вот, в том числе с педагогами, которые тоже ваши коллеги, в общем, по идее, да, то есть практически все педагоги у нас поющие тоже товарищи, поэтому они вам тоже подскажут, что происходит в данный момент, в искусстве, в вашем городе, например, тоже, потому что тоже не всегда это просто, многим пришлось уехать из родного города, потому что там, где они родились, где они живут, работа для вокалистов, там, может, в одном месте где-то есть, и все. И там уже все занято, потому что это легко сказать, что пойду петь по кабакам, а кабаки-то все заняты. А кабаки все заняты, да. И часто там один и тот же человек. Да-да-да-да. Совершенно верно, да. Совершенно верно. Ну вот, поэтому здесь, конечно, нужно хорошенечко подумать, прежде чем прям все бросать. А очень часто все бросать и не надо. Прекрасно можно параллельно работать. У меня, кстати, есть несколько студентов, которые работают на нормальной работе днем, а вечером поют в театре. Даже в театре? В театре, да. На нормальной работе это на какой? Там бухгалтером, в смысле, менеджером? Ну да, менеджером, да. Или, например, там, учителем в школе музыкальной? Нет, вообще не связано с музыкой. Абсолютно не связано с музыкой. Ну да, менеджером. То есть днем работает менеджером, а потом идет. Для души? Ну как для души? Это две одинаковые у него, как бы, его профессиональные стези. Ну просто в некоторых городах не получается артисту, только в театре работать. Даже в Москве, в Москве в театрах зарплат маленькая достаточно, и артисты бегают везде, снимаются в рекламе, в клипах каких-нибудь, да, там, фотографируются и так далее, чтобы что-то еще заработать, понимаешь? Вот. А как бы в менее крупных городах это не так просто сделать, поэтому это нормально, работать днем на одной работе, а вечером идти, в том числе и петь в кабаке. То есть это тоже и в Москве, кстати, у меня есть мой очень хороший коллега, мой друг, который работает звукорежиссером на телевидении, а вечером идет работать в кабак. Нравится. Кстати, у меня есть целый ряд знакомых, которые не имеют профессионального музыкального образования, а между тем очень неплохо зарабатывают музыкой. Так тоже бывает. Они имеют концерты. Так тоже бывает, да. И некоторые из них не учились, это педагога. Вы, бывали, приходили на консультации, но, так сказать, не задерживались, да, у меня там был как-то студент, который действительно, ну, как бы, учить только, помните, что называется, да. То есть он сам прекрасно появляется. Бывает и так. Бывает еще смешнее, понимаете? Профессиональный вокалист, это совершенно не значит, это человек, который знает ноты и который в них попадает. Это просто человек, который зарабатывает своим пением. Понимаешь? Он может петь... А если ему за это платят, почему нет? Он тоже профессиональный вокалист. Можно так петь, даже имея диплом. Это запасно. Я сейчас именно о том, что, понимаешь, очень многим кажется, что занятия профессиональной музыкой предполагают какой-то вот, ну, минимальный начальный уровень. И по идее это должно быть так. Но по жизни это не так. И наверняка вы сами это слышали не раз, когда вы проходите мимо какого-то ресторана, а там что-то воет. Вы думаете, елки-палки, не пойду я туда кушать. Пожалуй, я не справлюсь. Апетит портит. Да. Да. Ну, есть же караоке, в конце концов. Можно же было пойти туда. Но жизнь, видите, вынуждает. Потому что профессиональный артист, который с дипломом, он ведь еще и зараза гордый. Он же еще говорит, я в кабаки? Нет. Я рожден для большой сцены. Я буду ждать, когда наступит эта самая большая сцена, гонорары, гастроли. Ну, как говорит как раз мой коллега, вот он небольшого роста, поэтому он говорит, ну, для меня, говорит, все сцены большие. На самом деле, если честно, в этом высказывании есть глубокий философский смысл. Потому что, ребят, сцена – это там, где вы находитесь. Вот вы себе сказали, вот здесь у меня сегодня сцена, да, у меня сегодня вот в этом кресле сцена. И это ваша сцена. Потому что сцену делает артист. Понимаете, сцена – это всего лишь, как говорится, деревянные подмостки. Это ничего особенного такого. Ситуация бывает такая, что там вы куда-то приходите, а там даже ее и нету, этой сцены. Там просто ровный пол. Сцену – это ты с собой носишь. Открываешь ее, разворачиваешь мысленно. Она в душе? Ну, прям физически. Прям делаешь себе сцену. Как говоришь. Вот у тебя какой фон, например, красивый, черненький. Сразу видно, на сцене сидишь где-нибудь. Небось не дома. А нет, это моя домашняя стена черная. Я даже когда еще не собиралась вести столько прямых эфиров, как сейчас, уж и тогда знала, что она мне пригодится. Ну, без сцены, пожалуйста. Ох, да. Когда вот вы сказали сейчас, что вот где сижу, там и сцена, и все. Да, вдруг у меня сейчас такой страх сцены проявится. Я так вот сяду и осознаю. Надеюсь. Наконец-то. Пора уже. Мать, уже пора. И побегу пересматривать предыдущий эфир с Дашей, который был. Чтобы узнать, как избавиться от этого самого страха сцены. А вот там, кстати, не про то, как избавиться, а наоборот, про то, как его заюзать. Офигенно. Что гораздо приятнее. Чуть нам избавляться. Мы жадные, не отдадим. Наш любимый, хороший страх. Он же масечка. Пускай лучше поработает на нас. Не надо его отдавать. Ой, я тоже, кстати, вообще голосую за то, чтобы все оборачивать в свою пользу. Да. Даже если это не очень, так сказать, положительное явление. В хорошем хозяйстве все сгодится. Да. Ох. Ну что? Мне кажется, мы ответили уже на все вопросы, которые у нас были. И даже на те, на которые нас не спросили. И даже на те, которые нас не спросили. Ребята, если у вас еще есть какие-то вопросы, вы можете бегом успеть, пока мы прощаемся. Вот. Только помните, что у нас небольшая задержка. Секунд в 30, наверное, в вещании. И мы можем не сразу увидеть ваши письма. Это что-то у нас всегда смотрят, но молчат. Смотрят, но молчат. Давайте, друзья, подключайтесь немножечко. Задавайте нам вопросы. А то ведь мы сейчас как закончим трансляцию, так вы и не узнаете ответов. Да, это вам было. Мои драгоценные вопросы. Да, есть ли что-то, кстати, такое, что мы не затронули из того, что обещали? О том, нужен ли нам педагог, мы поговорили. О том, можно ли без педагога, мы тоже поговорили. А можно, как хочешь, да? И так можно, и сяк можно. Не заодно. Ну, вопросы ответили. Я предлагаю прощаться. Да, на свободу, с чистой стороны. Это же у вас на два часа меньше, а у нас на два часа больше. Спатеньки. А в Японии уж вообще круглые ночи. Да, это факт. Уже мы скоро на работу вставать. Мы еще не ложились. Да. Ну что, дорогие друзья, ждем всех на нашем марафончике, на базовом, который стартует в понеделок. А еще до сих пор можно присоединиться к интенсиву с Антоном Коваленко, который сейчас идет. Да, завтра и послезавтра у нас финальные занятия. Первые два занятия прошли в предыдущие выходные. Их можно приобрести в записи. Спасибо большое, Екатерина Юрьевна, за такую ценную беседу. Спасибо, Настенька. Да. Всем пока. И спасибо всем, кто нас смотрел. Пока.